Европейцам придется сейчас решать проблему, о которой не 2-3 года тому назад вообще не задумались. Внутренние устои Европейского Союза и НАТО под вопросом. Есть для многих европейцев открылся новый фронт, в кавычках, конечно. Это американский президент, который будет давить на Европу и пытаться ее изменить. На Востоке есть серьезнейший конфликт между Европой и Россией, который тоже нужно переболеть, перестоить. Внутри Европы появляется третий фронт. Люди, которые, правопопулисты, которые вдруг задают вопрос, зачем нам эти либеральные ценности, начинают пытаться изменить саму Европу снизу. Такого не было за последние 30-40 лет. Я просто такого не помню. Это еще не революционное движение, но на выборах мы видим, как правопопулисты набирают все больше и больше веса. Но не до Украины сегодня. Поэтому европейцы будут пытаться, украинское руководство уговорить, сейчас подписать Минск, потому что других вариантов сейчас нет. Но не будет сейчас на стороне Украины отвоевывать Восток Украины. Никто не будет сегодня военным путем с Россией конфликтовать по поводу Крыма. Все эти вопросы будут взяты в скобки, потому что у Европы совсем другие проблемы. И мне кажется, насколько я понимаю, Европейский Союз, Европейский Союз, лидеры во всяком случае, не Польши, и Прибалты, и Шведы, но немцы, и французы говорят, что нам все равно нужно и России дать перспективы будущей Европе. Нам нужно действительно вернуться, тем более, когда Трамп сейчас не хочет выстраивать Трансатлантический Союз между Америкой и Европейским Союзом, я имею в виду экономическую свободную зону. То сейчас, ну не популярный, но, скажем, в аналитических кругах и политических кругах начинает обсуждать все больше и больше идею общей Европы от Владивостока до Лиссабона. Мы об этом с вами последний раз говорили. Это идея, которая будет охватывать всю Россию, все пространство ОБСЕ в Европе, которая не будет исключать где-то Америку, но где континентальная Европа вместе с Россией будет пытаться найти общий язык в экономическом плане. Естественно, это не будет происходить против Украины или Белоруссии или Молдовы. Это будет попытка найти новый ответ о том, как выстроить этот очень сложный общий европейский дом уже на общих интересах, а не на общих ценностях, как это казалось более правильно еще 10-20 лет тому назад.